Во французской стороне, на чужой планете, предстоит учиться мне в университете. Медицина и криминалистика. Как стать специалистом сразу в двух областях? А что читаете вы? Выясняем книжные предпочтения красноярцев. Эпоха роботов не за горами. Опасны ли изобретения для своих создателей? Саша, а ты знаешь, чем клиническая медицина отличается от судебной? Нет, бог миловал. Ну что ты, мрачность работы судмедэкспертов преувеличена. А ты откуда знаешь? Я сама видела. CSI, Место преступления. Костя, Свет. Это очень интересно и увлекательно. Ну это все кино, а как в жизни? Вот так. Врач судебной медицины – лицо чрезвычайно важное и обязательное на месте совершенного преступления. Он определяет возможные причины смерти потерпевшего и характер повреждений на теле. Курс судебной медицины входит в программу обучения студентов лечебного, педиатрического и стоматологического факультетов. Курс судебной медицины включает в себя организационно-правовые вопросы, вопросы, связанные с осмотром трупа на месте происшествия, определение тяжести вреда здоровья причиненного человеку, уметь описывать все то, весь тот комплекс повреждений, которые затем мы при производстве экспертизы не видим. К счастью, не все люди умирают, не все люди попадают в морг, людей лечат. Для тех, кто решил связать свою жизнь с судебной медициной, после курса обучения обязательно еще 11 месяцев интернатуры. Интерн – это студент с дипломом, но еще не врач. Вся теория должна быть пройдена на практике. Если мы посмотрим сверху, то у женщин, для того, чтобы, так как у женщины должна быть итородная функция, оно имеет овал. Вот этот таз принадлежит мужскому полу. Кости, безымянные кости, они стоят под углом, и крестец, он также вдается, и образуется такой некий рисунок, ну, сердца. Анализ костей расскажет эксперту про возраст, пол и рост человека. Судебная медицина имеет дело только с живыми или неживыми телами и их биологическими материалами. Не путайте с криминалистикой. В ее ведомстве изучение отпечатков пальцев, одежды и всех других составляющих места преступления, а также банк ДНК. Изучение одежды дает возможность решить особенности травмирующего оружия, в частности заточков. Потребность в таких специалистах велика. На сегодняшний день в крае их насчитывается порядка 200 человек. Сейчас такая система, что человек, приходящий в интернатуру, он заключает договор. Он заключает договор с работодателем, который берет его на работу и гарантирует ему рабочее место после интернатуры. Именно в территории Красноярского края. Случайные люди в эту профессию не приходят. Начал подрабатывать санитаром в судебном медицинском органе. В принципе, я очень давно хотел стать врачом. Вот эта вот работа меня просто подтолкнула на то, чтобы после школы поступить в медицинский вуз. Здесь нет такой рутины, как в других специальностях. Здесь каждый день что-то новое. И очень много ответвлений. Можно в дальнейшем выбрать что-то свое. Возможно, куда-то уехать, возможно, остаться здесь. Ну, вообще, планирую поработать в морге, а потом уже выбрать. Профессия интересная, но не самая позитивная, скажете вы. Каждый день морг, трупы, преступления. Однако для специалистов судебной медицины это обычная работа, от результатов которой зависит не только раскрываемость преступлений, но и человеческие судьбы. Саша, ты на книжную ярмарку пойдешь? Че там делать? Ты удивишься. Книги смотреть. Там, кстати, одна про себя будет. Да ну, а кто написал? Достоевский. О, тогда пойду. А она точно там будет? Конечно. Идиот. Произведение популярное. Начало ноября, а значит, красноярцам пора на ярмарку. Полное название – Красноярская ярмарка книжной культуры. Сложно сокращенное и уже полюбившееся горожанам – хряк. В этом году хряку исполняется пять лет. Одну из визитных карточек Красноярской, а дальше теперь наш хряк. 213 издательств, 60 тонн книг. Ярмарка год от года набирает обороты. Когда люди приходят на книжную ярмарку, это не просто развлечение, это потребность в культурном общении. Это люди обогащаются, они покупают на Риге, они интересуются. Программа ярмарки состоит из двух частей. Профессиональной – для работников библиотечного дела и общекультурной – для гостей. Организаторы считают, что книги должны доходить до всех регионов. Книга вечна, она популярна. Произведения российских и зарубежных авторов, литература художественная и публицистическая, детективы и романы, издания по философии, психологии, журналистике. Выбор огромный, на любой вкус. Мы попросили посетителей ярмарки почитать нам отрывки из тех книг, что оказались в их руках. Длинные многоэтажки здесь выстроены зубчатыми рядами с промежутками квадратно-бетонных дворов. Что среди болот и бирюзово-осиновых кауков. Скипятить воду в большой кастрюле, подсолить, положить креветки и варить не более трех минут. Поинтересовались у издателей книжными предпочтениями красноярцев. Взрослые в основном берут классику, сейчас читают на данный момент. То есть Рубину читают в основном. Берут Маринину, Густину, это более такие ходовые. А для детей в основном сейчас просят музыкальные книжечки. Низкие корзиночки у красной малины, пусть в коровке с утра подарили. Новшество ярмарки – электронный каталог. Каждый желающий может почитать понравившуюся книгу. А Михаил Прохоров так и не раскрыл секрет, какую литературу предпочитает сам. Но аргументировал отказ. Я скрываю свои законы, которые страсти, ради того, чтобы в фонду легче жилось. Среди этого пиршества книжного духа понимаешь одно – не важно, какие у вас литературные пристрастия. Важно, чтобы чтение книг доставляло вам удовольствие, а заодно развивало ум и образное мышление. Так что не забывайте о пище духовной. Саша, слушай, снова хочу спросить тебя о роботах. Ты тоже заметила? Что? Что я часто спрашиваю о роботах? Нет, что они что-то задумали. Кто? Роботы? Да, вот ты их видишь? Нет. И я нет, а они есть. Значит, прячутся где-то. А, так они в Лесосибирске на робототехническом фестивале. Давай-ка посмотрим, что они там делают. Совсем недавно в Лесосибирске прошел фестиваль по робототехнике. В процессе обучения активно принимали участие школьники и студенты нашего города. У ребят была возможность научиться сделать робота всего за пару дней. Многие не упустили это возможности. Помогали им в этом профессионалы. Старые образовательные технологии, они вот немножко в кризисе. И нам нужна команда, команда студентов, преподавателей, которые по всему краю готовы заниматься нестандартными технологиями, для того, чтобы можно было раз в полгода где-то встречаться, обмениваться мнениями. Ребята составляли программы, от которых зависели все движения робота. Перед ними стояла задача, как можно быстрее из круга убрать все банки. Все с этой задачей успешно справились. До этого я очень мало общался с этими конструкторами. А вот конкретно эту модель конструкторов я первый раз видел. И очень интересно, большой опыт и в программировании, и в конструировании. Ну и хорошее времяпровождение. Когда показывали выступления роботов, это, наверное, что-то за грани фантастики было. Они танцевали, двигались. Так люди не могут двигаться. И вправду не могут. Мы решили проверить это на себе. Мне удалось напрямую поработать с роботами, и мы решили для вас с приезжими друзьями станцевать. В любое время вы можете зайти на наш сайт нашунивер24.рф, а также приглашаем в нашу группу ВКонтакте. Все сюжеты программы вы можете посмотреть на интернет-портала «Вся Россия» и «Дельфик ТВ». За роботами, конечно, будущее. И вполне возможно, что они займутся и судебной медициной. Но если они станут читать книги, то только вслух и людям. Пока! Мы смотрим вверх, а не вниз. Наша жизнь – мания. И самый главный девиз – стремись к знанию. Время настало! Наши невернищает из телеканала. Держа нам всех приглашает. Время настало! Наши невернищает! Время настало! Наши невернищает! Время настало! Наши невернищает!